Детско-юношеский спортивный сектор Если некоторые девочки, услышав слово кикбоксинг, захотят переключиться на другой канал, то не советую спешить, так как некоторые мужские виды спорта могут быть полезны и для девушек. А еще обещаю познакомить вас с некоторыми кикбоксерками. Кикбоксинг – спортивная борьба, объединяет элементы классического английского бокса и восточных единоборств. Переводится как «бои с пинками». Одно из первых названий – американское карате. Четко указать основателей стиля достаточно сложно. На эту роль претендует немало мастеров боев и искусств. Иногда создание кикбоксинга относят к деятельности Брюса Ли. А по одной из версий термин «кикбоксинг» придуман Чаком Норрисом. Кроме карате, в кикбоксинге введены также элементы техники тэквондо и тайского бокса. В США и Европе вид спорта стал популярен в 70-е годы 20 века. В России первые клубы появились в конце 80-х. В Омской области кикбоксингом занимаются около 2000 детей и подростков. Лучше всего этот вид спорта развивается в Называевске, Тарии, Исселькуле и Омске. Ребята достойно выступают на всероссийских и европейских чемпионатах, привозят награды. Знакомьтесь, Степан Юзденский, обыкновенный чемпион. Ему 15 лет. Кикбоксингом в Омском клубе «Риф» занимается восьмой год. Его, как и большинство здешних мальчишек, в этот спортзал привела мама, чтобы дома от безделия не маялся после школы. А у него неожиданно обнаружились хорошие способности к борьбе. Сначала победил всех на городских соревнованиях, потом на областных и дальше пошел на всероссийские. А в этом году в его копилку достижений добавилось и первенство Европы. По миру поездил. Пришлось. В России сначала выиграл. Там дали приглашение на первенство Европы, в Италию. В Италию поехал, там первое место занял. Вообще секции по единоборствам у мальчишек самые популярные. Кикбоксинг – пятерки самых посещаемых. Почему же именно ему ребята отдают предпочтение? Здесь учат на улице, как это можно, самообороне учат. И можно благодаря этому стать чемпионом. Надо же за себя постоять. В итоге потом надо было вырастить за семью, за девушку, отстаивать права. Тут много разных стилей. То есть в одном касании есть стиль – семиконтакт, лайт-контакт. То есть не сильно нельзя бить. Все. Не знаю, цепляет меня это. Ноги, руки. Понравилось. Все. Не знаю, не могу точно объяснить. Из-за того, что кикбоксинг – довольно щадящая борьба, девушки им тоже активно занимаются. Например, Татьяна Тобольнова пришла в секцию 4 года назад. По ее словам, не случайно. Увидела фильм про женщину, которую на улице жестоко избили какие-то проходимцы. Вспомнила, как и самой приходилось убегать от приставал. Татьяна решила, что современной девушке владение приемами самообороны не только полезно, но и необходимо. Тима сама не заметила, как втянулась в тренировочный процесс. Кикбоксинг теперь занимает большую часть ее жизни. Цель – отлично выступить на очередных соревнованиях. У Татьяны уже есть серьезные призовые места на турнирах различного уровня. Спортивные достижения приятны и почетны, говорит она. Это здорово, но важнее всего то, что в этом клубе научилась защищать себя. Ведь теперь физически ее обидеть почти невозможно. Многие не могут меня понять, потому что говорят, что это мужское занятие. Но я считаю, что в данной ситуации в нашей стране это вообще необходимо, потому что на девушек постоянно нападают, и они должны как-то противостоять этому. Сейчас в секциях по кикбоксингу занимается немало девушек, а в самом начале это был чисто мужской вид спорта. Где-то в середине 70-х американцы решили исправить ситуацию и развернули в средствах массовой информации целую кампанию для привлечения женщин в кикбоксинг. Они откликнулись, пришли на тренировки, вошли во вкус и стали показывать даже лучшие результаты, чем мужчины. Представители сильной половины немедленно отреагировали на такую наглость. Стали презрительно называть девушек чик-боксерками. Чик по-английски курица. Но спортсменок это не смутило и не остановило. Девушки все увереннее доказывали, что у них есть свое место в кикбоксинге. И с 1985 года были официально допущены к соревнованиям любого уровня. Наверное, ребята думают, что когда они придут в секцию, они сразу начнут драться. Нет, в кикбоксинге сначала тренируют механизм ударов. То есть все движения выполняются слегка, касаясь противника. Противники пытаются переиграть друг друга за счет превосходства в скорости, технике и тактике. Чемпионы получились из очень дохлых, слабых и забитых. Им надоело быть забитыми, они почувствуют, что это помогает, и они вырастут членами. Проследовательное, поступательное, прогрессирующее развитие. Какое допускается мало каких-то спортов. Система соревнований, которая позволяет детям спокойно расти, не надрываясь, не рискуя здоровьем. И в то же время очень хорошо профиксируя. Но ведь могут же больно ударить. Да, но если человек готов, это не приседает им никакого вреда. Посмотрите, как жестоко бьются гимнастки на брусе. Страшный удар с размаху, с животом, об деревянный брус. Внутри железный пруд. И никакого вреда. Почему? Они готовы. Поэтому никто не бьет новичков. Бей! Кроме того, что ребят учат противостоять боли, у них есть еще и специальная защита. Ее надевают не только на соревнованиях, но и на тренировках после разминки перед отработкой удара. Это футы. Они нужны для того, чтобы защищать боли, чтобы не повредить ногу, чтобы противнику не было слишком больно. Потому что удар наносится вот этой частью. И пяткой тоже. А это специальный шлем для кикбокса. Отличается от боксерского усиленной защитой верха головы. Бережет спортсмена от высоких ударов ногами. Боксерские перчатки тоже специальные. Для каждого стиля свои. Защита голени бережет от ударов ногами по ногам. Все юные кикбоксеры знают, что на поединок без защиты выходить нельзя. А на соревнованиях ее обязательно проверяет рефери. И ненадлежащая защита даже приводит к дисквалификации. Все для того, чтобы травм у спортсменов было меньше, а зрелищности больше. В Омской области кикбоксинг – один из популярных видов спорта. По нему проводятся регулярные соревнования, которые собирают немало болельщиков. Один из важнейших турниров – открытый всероссийский класса А – Кубок Ермака, представительный в масштабах страны. Он посвящен памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Ежегодно в Кубке Ермака принимают участие до 500 спортсменов из разных регионов страны. Организуют турнир Омское отделение Федерации кикбоксинга России при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. С каким бы видом спорта я не познакомилась благодаря программе «Юниор». Все настолько интересны, что хочется записаться в каждую секцию. Сегодня этот список пополнил кикбоксинг. Учитесь защищать себя, занимайтесь спортом.